Часто ли мы знакомимся с людьми, создающими афиши, красочные декорации, оформляющими вернисажи? Как правило, эти творческие личности остаются за кадром. Однако именно от их труда и фантазии зависит, насколько живо откликнется зрительная идея организаторов. В число таких удивительных людей входит и Юлия Пичуева. Сотрудника библиотеки к созданию первой персональной выставки подтолкнули коллеги. Видя, насколько креативна Юлия, они хотели, чтобы ее творчество смогли увидеть и горожане. Я люблю такие работы, я люблю графику вообще в принципе. А Юлины работы в первую очередь завораживают глазами зверей. В них глубина, в них доброта, в них чувства. Это, наверное, то, что сегодня не хватает современному человеку в принципе заглянуть в глаза, ребенку заглянуть в глаза животному. Если человек, он пришел и, допустим, на такую выставку посмотрел, что-то останется в его душе, и он когда-нибудь как-то это в жизни придет, потому что он задумается о каких-то вещах в дальнейшем. Многие подчеркнули, что добрые образы, да, то есть это какое-то привношение, привнесение добра в нашу жизнь. Ну и стремиться тоже жить как бы, жить в согласии с природой. Увлечение живописью и графикой в душе Юлии Печуевой появилось еще в детстве. С годами оно не потеряло свои силы, даже наоборот приобрело новые яркие оттенки. Наверное, поэтому в работах автора так много насыщенных красок. С полосина зрителя смотрят животные. У каждого есть свой характер, своя изюминка, которая завораживает и манит зрителя смотреть на него снова и снова. Это как любовь. Объяснить источник невозможно. Ну, он есть и есть. Скажем, я всегда интересовалась и книгами, и фильмами о животных. То есть, и самих животных люблю, конечно. Ну, были когда-то мечты, там, понятно, работать, может, в зоопарке, лесником, знаете, как в детстве. А сейчас, когда уже стала взрослой, то уже, наверное, эту любовь можно проявить, например, в изобразительном искусстве. Открытие персональной выставки переросло в настоящее торжество. Поздравить автора пришли юные музыканты, танцоры, которые через свое творчество смогли еще больше приблизить публику к удивительному миру природы. Экспозиция открыта для обозрения. Познакомиться с ней можно в стенах городской библиотеки имени Пушкина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...